В третьем туре английской премьер-леги Манчестер Юнайтед принимал на Тингем Форест. После первых двух турах Манчестер Юнайтед, кстати, был ниже, чем Форест. Форест 10 и Юнайт 12. У обеих команд было по 3 очка, но у Манчестера разница хуже. Состав Манчестера. Анана на воротах. Центр. Мартинес-Варан это стандартно. Долот слева. Шоу получил травму. Маласия тоже вроде как травма. Бесака. Ну тут альтернатив уже нету, просто нет правых-левых защитников. Был еще Фернандес-Испанец, но я не думаю, что вы рассматривали как игрока основы. Центр поля. Эриксон вместо Маунта. Маунт получил травму. Что вы понимали, это пятая травма Маунта за год. Слева в атаке Решфорд. Потому что нет Маунта, поэтому не надо прикрывать левый фланг. Левый фланг прикрывался Гарначе. Потому что Маунта эту функцию делили именно с Гарначе. Гарначе даже больше этим занимался. Здесь Эриксон, пусть он этим занимается. Справа Антони в атаке, под нападающим Бруно. Опять же, больше зоны, потому что Маунта нет. Центральный нападающий Марсиаль. Взамена Манчестеру Юнайтед. Гарначе, Гор, Линделев, Магуайр, Мактомин, Эвпелестри. Санчо, Фернандес, Испанец, левый защитник. И вратарь Хендерсон. Состав на Дингема. 5-2-2-1. Как Челси раньше играла с полуфланговыми игроками в атаке. На воротах Тернер, тройка центральных Маккена, Уоррл, Боли. Центр поля Данила Ец. По флангам Айна, Арье. Полуфланговые атакующие полузащитники Гипс Вайт Джонсон. А в Ании главные тренеры Тенхак, Купер. Замена. Вуд, Куяте, Монтиэль, Няхат, Уильям, Спройлер, Хван, Хорват, Эланга. В прошлом сезоне, чтобы остаться в АПЛ, Натингем подписал больше 30 игроков. В этом всего лишь 5. Есть прогресс, да, уже? Вроде не такая помойка, как раньше стало. С другой стороны, ну, никто не убирает то, что этих игроков еще с прошлого сезона придется сыгрывать. Первый гол в матче, вторая минута. Манчестер Юнет подает угловой. Игрок Натингема просто выносит мяч. Кипс Вайт выиграет верховую борьбу у Бисаки. Бисака не умеет играть по позиции. Не умеет выбирать позицию. На пространстве, да, тут нет. Если бы здесь стоял центральный защитник, либо опорник, он, конечно же, здесь бы забрал. Дальше. А в Ании борется с Решвордом. Решворд не фалит. Проигрывает борьбу. В итоге игрок Натингема бежит один на один с вратарем. Что и не понял в этом эпизоде. Понятное дело, Бисака там проиграл позицию. Решворд не свалил, борьбу тоже проиграл. Обратите внимание на позицию вратаря. Он мало того, что не сделал шаг навстречу игроку Натингема, так он еще и шаг назад сделал. Пятица начал. То есть, по сути, он открывал ему большой угол для удара, для того, чтобы он мог забивать гол. Кстати, есть дебильное выражение. Дхея хуже играет ногами, чем Анана. Нет, Дхея лучше играет ногами, чем Анана. Игра ногами вратаря заключается в отбитии, мяча ногой. В этом Дхея крут. А вот пасоваться, конечно, Анана на средний и короткий пас лучше. Да и спокойнее он играет в лице последнего центрального защитника. Хотя, в этом матче была одна обрезочка. Не на гол, но это другой вопрос. Второй гол Манчестер Юнайт четвертая минута. То есть, еще пять минут не прошло, Манчестер уже двушку получил. Гипс Уайт подает шрафной из фланга. Бесака, не знаю почему, играет с Бали. Насколько я понимаю, рост Мартинеса играет свою роль. Плюс, Натингем Форест бегал с тремя центральными защитниками. Соответственно, у Манчестера высокий только один. Варан. Ну, еще на втором этаже может играть Каземера. Вот и получается, что некому играть против центральных защитников Натингем Форест. Но это другой момент, это выбор тактики. Закрыть низ, открыть вверх. То есть, перекрывать подходы к своим воротам, не давать вообще подавать. А вот если подадут, тут уже как получится. Казалось, Юнайт рассыпется из-за того, что экспериментировал с тактиками. Нет, отсутствие маунта сказалось. Ответный гол Манчестера на 17-й минуте в первом тайме. Бруно пробивает издалека. Тернер отбивает в сторону. На подборе Марсиаль, который умеет играть в штрафной площадке. Он благодаря этому чтю, он мяч и выигрывает. Отдает его Решфорду. У Решфорда здесь свободная зона. Он же фланговый форд. Он делает рывок, уходит по флангу. Ну и простреливает в штрафную. Марсиаль, мало того, что отдает мяч Решфорду, он еще оттягивает защитников на себя. В итоге, Эриксона теряет центральный. Потому что зона сдвигается, а в зону к Эриксону никто не успевает передвинуться. Почему забыли Эриксона в штрафной? Потому что Марсиаль на себя оттанул с защитника. Бали забыл вернуться против Решфорда. Играл фланговый игрок, но пошел на страховку третий центральный. В итоге, Эриксон перед воротами один. Идет прострел от Решфорда. И Эриксон в опережении замыкает. Вратарь ничего не может сделать. Мог бы и вратарь пойти в перехват, но видите, не успел. Перестроение в атаке нападающих всегда идет плюс к этой же атаке. Перестроение защитников, либо особенно центральных защитников, всегда в минус. Вы должны заставлять свою оборону как можно меньше перестраиваться. Чтоб всегда на позиции центрального играл центральный. Потому что он хорошо выбирает позицию. Соответственно, может противостоять нападающему. Второй гол Манчестер Юнайт от начала второго тайма. Бруно вместо подачи в штрафную отдает передачу Решфорду. Решфорд возвращает на рывок Бруно в штрафную, забрасывает. Заметили, да? Решфорд поучаствовал же в двух голах. Даже в трех, если учитывая, что по сути он вместе с Бюсакой привез себе гол. Игроки на Тингема пытались сделать офсайд. Но Бруно их подловил на этом. Получая передачу от Решфорда, он в касание головой скидывает на Каземира назад. Назад офсайд не считается. И Каземира спокойно реализует в пустые ворота. Хотя принял не совсем удачно, но тем не менее был зазор. Можно было заткнуть. Или воткнуть. 2-2. Манчестер сравдивает счет. Есть еще очень много времени, чтобы вырвать победу. Хотя поначалу казалось прям швах. Опять ничего не получится. Опять полностью провалят старт. Но нет. Но Тингем Форест все-таки не так хорошо собран, как, наверное, хотели фанаты Нотингема. 2-0. Нельзя ни в коем случае отпускать. Третий гол Манчестер Юнайтед забил уже в большинстве. Там Воррелл, получается, хотел перехватить рывок Бруно, упал и начал хвататься за Бруно. Посчитали фол последней надежды удаления. Похожий эпизод был в матче на Евро, Голландия, Чехия. Тогда Деликт также лопухнулся. Игрок Нотингема выставил ногу. Решфорд зацепился. Судья ставит пенальти. Такой спорный пенальти на самом деле. Нога была, но Решфорд именно на пенальти шел. Бруно посеменил перед ударом, но замедляться не стал. Скажем так, обманул вратаря. Почему? Потому что, видите, эпизод. Мяч уже практически долетает до середины, чтобы залететь в ворота до линии вратарской. Вратарь еще не реагирует. Вратарь решил среагировать, похоже, по удару. Но среагировал, но долететь не успевает. Бруно все-таки достаточно сильно для этого ударил. Вратарь ждал, что Бруно тормознет. Бруно не тормознул. Переиграл. Если бы Решфорд не участвовал в привозе в первом голе ворота Манчестера Юнайт, 100% был бы игроком матча. А так, Бруно, гол и ассист. Гол, правда, с пенальти. Также где-то через английскую прессу, насколько я понимаю, муссируется тема, что, мол, не Маунд виноват в игре Манчестера Юнайт, а Казимира сдал. Нашли козла отпущения. Если я не путаю, там Фердинанд, Карагер говорил, ну, эксперт английского футбола, который рассказывает по факту о случившихся вещах, но никогда не говорят о том, что скрыто, какой глубинный смысл. Вот здесь глубинный смысл именно в том, чтобы вытащить Маунта, чтобы прикрыть руководство Манчестера, потому что будут вопросы, кого вы привезли и зачем, по Херленду и по Маунту. К этим же двум вопрос не задашь, их же только привезли, если не профнепригодный, то, соответственно, привозящий, да, виноват? А привозящий, да, как раз таки руководство Манчестера, спортивные директора и так далее. Ну, а если Казимира сдал, ну, как бы все, лентяй, жрет много. Тренер неправильную подготовку сделал по любасу. Козел либо игрок, либо тренер, но никак не руководство. Если посмотреть на статистику Казимира, то в этом матче он тот, почему-то. Количество отборов, количество выигранных единоборств. В матче с Маунтом он занимает позицию одного опорника. Соответственно, он либо глубже, либо выше, прямо на нападающем, когда Манчестеру надо отыгрываться, потому что он хорошо играет головой. Казимира либо центральный защитник, либо нападающий. Центр должны занимать Маунт и Бруно. Фланг должен прикрывать Гарнач. Но Маунта нету, соответственно, в центр поля, рядышком с Казимира, мы отправляем Эрикса на разводящего. На фланг можно теперь закинуть и Рэшфорда, потому что не надо прикрывать левого защитника, это должен сделать. Бруно один впереди под нападающим, у него все пространство, куда хочет, туда и бежит. Травма Маунта сделала то, что Рэшфорда отправили на фланг, на пространство, где он любит играть. Ну и Бруно, опять же, зону под нападающими все отдали. Теперь Маунт туда не залезает. Манчестер Юнайт вернулся к своим заводским настройкам, к старой системе игры. И тут волшебным образом вдруг Казимира стал тот, Бруно и Рэшфорд. Может просто потому, что они играли на своих позициях, в тех зонах, которые они любят, и занимали те зоны, которые они любят, и у которых они лучше раскрываются. Всю эту систему с Маунтом, с его покупкой, я рассказывал, в предсезонке, в первых двух матчах. Повторюсь еще раз. Маунт стеклянный игрок по прошлому сезону. У него 4 травмы было в Челси, чтобы вы понимали. Он 4 месяца не играл без футбола. Он вынужден был набирать форму. В Манчестер он приходит, снова получает травму. Это получается пятая травма за год. Кто-то говорит Доку стеклянный. У Доку одна травма за год. У Маунта их 5. Маунта, кстати, купили больше, чем за 60 миллионов. И купили его в непонятную позицию. Непонятно, где наигрывать. Непонятно, где он будет играть. Не писали. Да он может на любой позиции сыграть. Левый полузащитник, атакующий полузащитник. Но Манчестеру не нужен ни левый полузащитник, ни атакующий. Им нужен конкретно игрок, который будет играть рядом с Казимира. Маунт слабее Рэшфорда на фланге. Маунт менее функционален на правом фланге, чем Антони. Маунт хуже, чем Бруно в позиции атакующего полузащитника. Плюс, не забывайте, Бруно вышел в позиции центрального полузащитника. Маунт выходил с позиции атакующего полузащитника. Это какая позиция была у игрока изначально. Бруно поэтому так хорош на позиции атакующего полузащитника, потому что он умеет играть еще в центре поля. Отбирать мяч. Я не обвиняю Маунта в провалах и мю. Я вам говорю, что я не понимаю, зачем купили Хейлунда травмировал. Я не понимаю, в какую позицию Зачем купили маунт В позицию атакующего полузащитника полуфлангового Я бы понял Если бы не было Бруно, я бы тоже понял Но если он не усиливает команду Ни на одной экспозиции А еще учитывая его 4 травмы в прошлом сезоне Если я не понимаю Трансфер Хейланда с его стоимостью Если я не понимаю покупку маунта С его стоимостью Но я делаю вывод, что это трансферы мутные А дальше вы сами решайте А если такие делишки Продолжают происходить в Юнайтед Значит приход Тенхага ничего не меняет На гении тренера Мы можем чего-то добиться Допустим, как Ливерпуль Но в перспективе бороться за чемпионство С таким вот подходом к клубу Организация в нем Особенно по трансферу Мичу хорошего не будет В четверку вошли и ладно, уже успех Текущая ситуация Манчестер на пятом месте Но тур еще не сыгран Может опередить и Ливерпуль, и Весхэм Но Тенгем опустился на четырнадцатое место Но Форесту бороться за выживание Все Никаких амбиций выше ставить нельзя Потому что им разгребать еще за прошлый сезон надо Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»